Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И давайте сегодня вместе вспомним великого нашего чудотворца, святого праведного Иоанна Кронштадтского, который был совсем недавно, на самом деле, он очень близок к нам по времени и любим простыми русскими людьми. Святой Иоанн Кронштадтский — это, можно сказать, знамя русского священства. Каким должен быть русский священник? В каком-то смысле, конечно, это как идеал, потому что многие из нас пытались подражать, да мало что получалось, потому что не каждому даны такие от Бога дары, такие таланты, не каждый способен потянуть, но любой священник, который, а каждый на самом деле священник знает святого Иоанна Кронштадтского, каждый ему молится и берет в руки его труды «Моя жизнь во Христе», вот любой священник так или иначе пытается хотя бы немножечко в чем-то подражать, хотя бы немножечко свечу своего служения возжигать от великой свечи служение святого Иоанна Кронштадтского. И есть в нем и что-то от апостола Иоанна Богослова, вот Иоанн Кронштадтский, он сам Иоанн, да, и вот от апостола Иоанна Богослова, который искренне любил Христа и был до конца со Христом вплоть до Голгофа, да, поэтому он улюбимый ученик, и вот такой же святой Иоанн Кронштадтский, он до конца шел за Христом. Что-то в нем есть от святого Иоанна Златоуста, который красноречивый проповедник, да, весь мир своими золотыми речами украсил, и то же самое святой Иоанн Кронштадтский, наставление которого мы часто и везде вспоминаем, в интернете очень много приводится из речения его. И святой Иоанн Кронштадтский, вот великое, оно часто скрывается в чем-то таком малом, внешне незначительном, ничего собой вроде бы не представляющем, ведь он же вообще откуда приехал, это далекие архангельские края, это какая-то там деревня, село Сура, и родился он у него каких-то знаменитых родителей, то есть внешне, ну, совершенно вроде бы ничего такого значимого, хотя по, в общем-то, и научным даже изысканиям более трех веков, вот в его роду, в его деды, прадеды, там было много священников, но, собственно говоря, его отец был простой дьячок. Кто такой дьячок? Это не дьякон, дьякон участвует в священной служении, дьячок это панамарь, чтец, тот, кто прислуживает при храме, тот, кто, ну, в основном там читает за богослужением какие-то вот тексты и подает кадила священнику, то есть это очень низкий такой сословный статус, да и дедушка его был таким же, а вот прадед уже священником, вот, но сам отец Иоанн, он рождается в этой простой и очень бедной семье, даже когда он родился в 1829 году, настолько он был слабым, что родители в тот же день его крестили. Ну, зачем оттягивать, если он скоро умрет, надо поскорее крестить, но как только он принимает таинство крещения, его силы тут же укрепляются, Господь как бы показывает, что благодать Божия, она будет иметь вот исключительную роль в жизни именно этого маленького ребенка, а потом мы встречаем тоже такое, вот, ну, как бы некая аналогия из жизни, с жизнью преподобного Сергия Радонежского. Иоанну в детстве не давалась учеба, вот в 10 лет его отдают в приходское училище, а он ничего не понимает. Учитель говорит, он не может запомнить, да, он дома путается, он теряется, из-за этого он много плакал, горевал и молился. Вот об этом он впоследствии вспоминал, как он молился своими простыми детскими молитвами, особенно как-то вот он в ночь от самого сердца молился, вот, Господи, дай мне только вот разумение науки, вот этой грамоты. И тут вот произошло, что такое, как будто действительно Господь своей благодатью его наделил, и его как немножко даже потрясло, и он после этого, когда ложился спать, то у него голова прояснилась, он в точности вспомнил все, что говорил учитель, и после этого он учится уже хорошо, он заканчивает первым это училище, потом семинарий идет, одним из первых заканчивает, вот, затем академия, уже вот так он оказывается в Петербурге. В Петербурге именно потому, что там он получал высшее духовное образование, и там, как вспоминают его сокурсники, он очень любил читать сочинения святого Иоанна Златоуста. А святитель Иоанн Златоуст, в чем его значение? Он не столько догматист, он исповедник нравственного богословия. Святитель Иоанн Златоуст, он исповедник величайшего милосердия. Он исповедует и милосердие Божие к людям, да, и милосердие христианина к христианину, вообще к неимущим. И вот святой Иоанн Кронштадский, он опитывается духом святого Иоанна Златоуста, и потом этот дух является в его служении, то есть он становится для нас, как бы, нашим русским златоустам, и милосердие его простиралось до конца. Но, конечно, надо правду сказать, что тоже были вещи, которые, ну, чисто по-человечески, они, может быть, трудно так вот объяснимы, трудно принять. И вообще вот те, кто живут со святым человеком, они не всегда могут понести уровень святого человека, не всегда могут понять его высоту благочестия. Ведь как, собственно говоря, отец Иоанн, ну, еще будучи студентом, да, вот он заканчивал Петербургскую академию, как он стал священнослужителем? Поначалу он думал быть монахом, потому что, по сути своей, он и был монах. Он стремился полностью к аскетическому такому деланию, но он думал посвятить себя миссионерскому служению. Вот как раз именно в то время, когда он учился, думали, кого направить в Японию. И потом туда как раз поехал равнопостный Николай Японский, Николай Касаткин, который стал архиепископом впоследствии, предстоятелем Японской церкви. А одним из как бы намечаемых кандидатов был как раз отец Иоанн Кронштадтский, ну, еще тогда вот студент. И он думал, вот стану монахом, и, может быть, поеду или там в Китай, да, или какие-то индейские народы просвещать. Но неожиданно для себя он вдруг открывает и приходит к выводу, что жители Петербурга знают о Христе не больше, чем туземцы там какой-нибудь Патагонии. То есть оказывается, что город Петербург, он пронизан пороками. Никто не читает Евангелие, в храм не ходит. А интеллигенция считает, что это вот что-то такое там недостойное интеллигентного сословия. Простые люди погрязают в каких-то элементарных пороках. И вот на самом деле Петербург, оказывается, он в гуще. И вот этих революционных процессов, вы все это, конечно, знаете, и страсти. И вот отец Иоанн понимает, что нет смысла ехать за границу. Вот здесь и надо проповедовать, здесь и нужно просвещать людей. И тут как-то так вот поворачиваются пути, что ему предлагают стать, занять место священника в Андреевском соборе в Кронштадте. А для этого надо было жениться. Ну и было, так сказать, предложено ему жениться на Елизавете, дочери-настоятеля Андреевского собора. И достаточно быстро эта помолвка была осуществлена. То есть он предложил ей, она согласилась. Он был очень симпатичным таким вот молодым человеком, можно сказать, даже красивым, располагающим к себе. И как только они вступают в брак, он ей вдруг говорит, что, ну, ты знаешь, вот, конечно, много семей таких вот счастливых, многие посвящают себя счастливой семейной жизни, а мы давай посвятим себя Господу Богу и всецелому служению Ему. То есть фактически он не спрашивал до брака, до венчания, до того, как свадьба уже осуществилась, он не спрашивал свою избранницу о том, хочет ли она жить девственной жизнью. Может быть, она все-таки хочет детей рожать, да. Он, как сказать, вот, видимо, вот это желание всецело посвятить себя Христу, да, но при этом как бы путь поворачивался так, что надо посреди мира, а для этого было все-таки, ну, сложившись, что это должен быть женатый священник, он вступает в брак, но живет фактически как монах, и, конечно, это было трудно поначалу принять его супруге Елизавете Константиновне, и, конечно, по-человечески она много скорбей понесла, и не могла она понять во многом вот этого уровня высоты святости святого Иоанна. Ну, представьте себе, вот он отправляется в храм, а он настолько любил Христа, что он каждый день причащался святых тайн. Он не мог жить без этого. Вот есть люди, которым в храме тяжело. Они приходят, на богослужение становится плохо, они не могут причащаться, то есть внутренний мир, он оказывается настолько вот чужд духу церкви, а дух церкви, на самом деле, это благодать святого духа, который от святых апостолов, от дня 50, что вот их это мучает, корежит, и тяжеловато. Но когда люди проходят определенный этап, им становится легче, наоборот, храм дает им облегчение. А святой Иоанн Кронштадтский, он изначально, он без храма задыхался, то есть ему было тяжело, и он все время стремился к причащению святых христовых тайн. Причащаясь святых тайн в Евхаристии, он и был со Христом. А раз со Христом, то Христос через него уже помогал людям, которые находились рядом. И вот он каждый день в храм, да, потом он начинает, выходит и идет к самым низким слоям населения. То есть вот эти простые рабочие, там, матросы, это даже зачастую бомжи, это опустившиеся слои населения, в Кронштадт высылали из Петербурга. То есть Кронштадт туда ссылали всех, кто оказывался, ну, социально так вот, неустойчивой личностью. И поэтому там самые-самые такие и бывали отпетые негодяи, да, и всякие алкоголики. Но отец Иоанн идет именно к ним. У них проповедует. Он поддерживает простые семьи, где, допустим, вот муж пьет, да, жена не справляется. Вот он проповедует, он поддерживает финансами. Тогда еще у него было, в общем-то, очень мало средств. И бывало даже так, что он приходил, просто занимался с детьми, а их мама в это время могла посвятить себя стирке, допустим, да, или приготовлению. И в то время еще отец Иоанн находил для этого, так сказать, уголок из своего рабочего дня. И люди располагаются к нему и откликаются. И бывало даже так, и супруги его говорили, ну вот опять твой возвращается домой без сапогов, без верхней одежды, потому что он отдавал и свою верхнюю одежду. Иногда даже рясу отдавал, ну под рясы есть подрясник, вот, то есть он, конечно, приходил в какой-то одежде, но многое отдавал и отдавал обувь свою неимущим. И вот со временем отец Иоанн вдруг видит, что ты не сможешь своей парой сапогов обуть всех разутых. Ты не можешь вот своей одеждой прикрыть всех ногих, и своими монетами ты не сможешь всем помочь. И нужно как-то вот что-то более существенное. И он первый организует такой вот работный дом в Кронштадте, то есть дом трудолюбия, куда он привлекает вот эти вот низы, чтобы они были заняты трудом. Потому что если ты все время тратишь деньги на нищих, а нищие сами не хотят работать, то ничего, никакой пользы им ты не предоставишь. То есть нужно их обеспечить работой, и вот он организует этот дом трудолюбия, трудовой дом, а потом оказывается, что все, что они произвели, это никто не хочет покупать, и нужно тогда опять организовывать, чтобы это распродавали, какие-то вот там ярмарки проводить. И отцу Иоанну это дает, и он показывает пример другим. И по всей России уже к концу 19 века было 100 таких вот домов организовано, куда привлекались простые вот безработные люди. Даже одно время, вот приоткрою секрет, что вот помните такой вот поп Гапон, который потом увлекся революционной деятельностью, он тоже, он был вдохновлен примером отца Иоанна Кронштадтского. Вот это заботы о простых людях, работный дом и так далее. Но в отличие от отца Иоанна Кронштадтского, вот этот поп Гапон, он, к сожалению, не устоял на высоте нравственного служения, он потом вот увлекся, ну, так сказать, вот еще одной женщиной, и в конце концов вот скатился к революционным идеям, а потом вообще к жизненному краху, о чем мы знаем. А отец Иоанн, он старался идти до конца, вот преодолевая всевозможные искушения, и не надо думать, что искушения к нему не подступали. Самые разные. И Плотские в том числе, и вот его дневники под названием «Моя жизнь во Христе», это такая вот откровенная исповедь сердца, в которой он описывает, как действительно он на уровне помыслов старался преодолевать поступающие искушения. Он не услаждался помыслами, наоборот, молитвы к Господу отсекал их и возрастал в духовной жизни. И через какое-то время, кажется, через 12 лет его служения, то есть вот в 26 он становится священником, а в 38 лет происходит первое чудо. Причем этому чуду и вообще к такой вот чудотворной деятельности в каком-то смысле способствовала одна старушка, простая пожилая женщина, которая видела, как молится отец Иоанн. И отец Иоанн, он потом это описывал, что я вот молился о больном и говорил, вот Господи, веряю его в твои руки, если тебе угодно, то исцели его. И это верно, ведь мы не должны на себя надеяться, мы в руки Божьи должны предавать больного. Но вот эта благочестивая старушка, она сказала, что нет, что вот вы, вы должны именно просить у Бога, чтобы этот человек исцелился. И отец Иоанн как-то прислушался, стал просить, и действительно, его молитву Господь стал исполнять. И вот он записывает первое чудо исцеления одного отрока, как он пишет, что вот по милости Божией, моей священнической рукой, подару священства, совершилось вот такое-то чудо, исцелился отрок, это зафиксировано его в дневниках, и потом это происходит постоянно, что он молится, а люди исцеляются. И вот одна из эмигранток, потом уже после революции, Ксения Винтер, она до этого была сестрой милосердия, и она вспоминает, как ее тетя, тетя Саша Александра, а у нее был супруг Степан, и он один из купцов Петербурга. И вот у этого Степана произошла такая вот беда, он заморот кишок. В то время достаточно трудно было это решать, не всегда умели оперировать, и настолько было ему плохо уже, что все, он даже уже лежал, он не мог, страшные у него боли живота, и его уже даже, ну, прямо скажем, рвало испражнениями, вот это все из него выходило уже изо рта, и все. Сейчас он умрет, а врачи не ожидают никакого положительного исхода. Тут же дают знать святому Иоанну Кронштадтскому, он приезжает, молится, он кладет руку на живот этого Степана, больного, страждущего, говорит, обращаясь к Господу, «Господи, Ты сотворил его отцом шестерых детей, так исцели его, исцели его от этой болезни». И как присутствующий вспоминает, он говорил именно с дерзновением, как бы требуя у Бога, чтобы Господь исцелил этого человека. И после этого происходит невероятное, то есть врачи зафиксировали его выздоровление, исцеление вот от этого страшного заболевания, с которым не могли справиться медицинским путем. То есть Господь действительно прислушивался к молитвам и к просьбам отца Иоанна, а прислушивался почему? Потому что сам отец Иоанн до конца был верен Богу. Он от себя отказался полностью. Он спал в день не более трех-четырех часов и всецело отдавал себя служению людям. Когда он проводил исповедь, многие просили у него исповедоваться, то собирались огромные толпы, и он мог около 12 часов принимать этих людей и исповедовал, исповедовал, исповедовал. А потом стало понятно, что людей настолько много, что уже, ну, в принципе, уже невозможно справляться. И тогда многие тысячи приезжали в собор Андреевский, в Кронштадт, да, и он уже проводил тогда общую исповедь. И эта общая исповедь, она превращалась в публичную исповедь. В каком смысле? Вот общая исповедь — это что? Это когда отецан выходил, вот несколько тысяч человек, но он же не может их всех индивидуально исповедовать. А уже литургии, вот, и надо причащать людей. И тогда он молится, он молится вслух, он исповедует какие-то грехи, и на людей находит такое воодушевление, что они сами начинают открыто каяться, кто-то начинает вот выкрикивать даже, покаянно выкрикивать свои грехи, текут слезы у людей, и наступает такая публичная исповедь, и после этого уже он читает, он подымает и Петрахиль над всеми, произносит разрешительную молитву, ведет и Петрахиль над всеми, кто находится в храме, отпуская им грехи, после этого причащает. И причащал иногда три или четыре часа подряд, вот, держа чашу в руках. То есть настолько вот люди полюбили его как милостью, и, конечно же, как чудотворца. Вот, сохранился такой случай, как к нему приходят две женщины, одна богатая, из высших слоев, а другая, ну, попроще вот так. И обе протягивают конверты, и вот он берет конверты, и так вот крестообразно меняет и влагает обратно в руки. И та, которая богатая, говорит, ну, батюшка, я же туда вложил и вам пожертвование, или там три тысячи рублей, но это просто колоссальная сумма была по тем временам. То есть рубли были не то, что сейчас. А он говорит, а ты вот прочитаешь, что в том конверте. То есть он уже прозревал это духом. Она читает, оказывается, что вторая женщина, которая беднее одета, у нее сын работал в какой-то государственной конторе, и там какие-то просчеты, и нужно покрыть вот именно вот эту вот сумму, три тысячи рублей, и он уже готов был покончить с собой. И получается так, что вот эта вот милостыня, она служит во спасение тому человеку, а отец Ана, он просто, он уже прозревает это, да, и поэтому он меняет конверты, ведь он не себе берет. Он принимал средства для того, чтобы помогать другим, и к нему настолько много писало людей с разных уголков России, да, приходили пожертвования, что выделили специальное отдельное почтовое отделение, которое работало только на корреспонденцию отца Ана, потому что ежедневно просто вот сотни, и даже там до тысячи, до полутора тысяч могло приходить писем, каких-то вот почтовых переводов, и, конечно, в конце концов, отец Ана уже не мог лично все это читать, по времени это не получалось, и тогда он просто вот возлагал руки на эти письма, молился, говорил, что вот, Господи, прошу Тебя, вот исполни просьбы вот этих людей, да, с которыми они обращаются. Вот он молился горячо, искренне, и потом приходили уже новые письма, благодарственные. Оказывается, что вот эти просьбы были исполнены. Вот что такое отец Иоанн Кронштадтский, вот что такое его служение, и, конечно, мы люди очень неустойчивые, либо у кого-то без верия, да, вообще там никто не верит, а у кого-то, наоборот, фанатист. Без верия, ну, допустим, вот студенты, одни хотели подшутить над отцом Иоанном, и один там притворился больным, другие пригласили отца Иоанна, тот вот лежит такой вот, стонет, вроде бы какой он такой расхворался бедный, а эти вот, говорю, вот там, помолитесь. А отец сам прозревает и говорит, что сейчас я тебе не нужен, но вскоре потребуюсь, и уходит. И что же, а он уже действительно не может подняться с постели. Его действительно болезнь сковала, ему плохо, он мучается, и друзья через 2-3 дня вот вновь ищут отца Иоанна, и уже по молитве его исцеляется этот больной. Так вот они пытались разыграть святого, но зато вот этот студент, который роль больного исполнял, и выздоровел, он стал очень верующим человеком, посвятил себя церкви после этого случая. То есть это такое вразумление, Господь его уже наставил на путь истинный, так скажем. Но была и другая крайность. То есть были, с одной стороны, неверующие, а с другой стороны были те, которые, зная о чудесах отца Иоанна, они впадали просто в какой-то фанатизм. То есть, да, чудеса истинные, но они тогда просто вот кидали все и готовы были крушить на своем пути все, лишь бы вот прийти к отцу Иоанну, лишь бы дотронуться до него, прикоснуться к его одежде, и в итоге он не мог уже ходить спокойно по улицам. Его вынуждены были перевозить на экипажах, а когда его встречали в Риге, то толпа просто-напросто разорвала на кусочке его рясу, в которую он был одет, потому что каждому хотелось получить кусочек его одежды. То есть вот к чему приводит такое же фанатичное отношение к этим истинным чудесам. И от этого отец Иоанн тоже достаточно много натерпелся, потому что были вот такие крайние проявления его последователей, и тоже было в этом, конечно, мало чего хорошего, но людям трудно угодить, тяжело создать какую-то золотую середину, потому что человек впадает в ту или иную крайность. И вот если говорить еще о той эпохе, то, конечно же, отец Иоанн, он очень обличал Льва Толстого за его безбожие. Ведь Лев Толстой — это что? Это фактически, вроде бы он основывался где-то на Евангелием, не отвечая ударом на удар, заботе о нищих, больных людях, но это было христианство без Христа. И Лев Толстой фактически предлагал свою форму религии, а у отца Иоанна Кроштадского, у него «Моя жизнь во Христе», вот так называются опубликованные его дневники, то есть он верен Христу до конца, там христианство без Христа, здесь «Моя жизнь во Христе». И поэтому отец Иоанн постоянно вот говорил, что нельзя увлекаться идеями Льва Толстого. То есть тут тоже происходит вот такая страшная вещь. С одной стороны, талант был от Бога у Льва Толстого, талант писателя, и многие произведения его приносят пользу. Но он тут же приложил, вот возгордившись, возгордившись, он приложил свою философию уже совершенно безбожную. И люди, подкупленные его литературными талантами, люди, которые открыли для себя мир русской литературы через Льва Толстого, даже просто через его детские рассказы, прекрасные, сердечные, теплые рассказы, они начинали принимать и его безбожные идеи, то есть плоды его гордыни, и губили себя. И вот отец Иоанн Кроштадский, он все это обличал и говорил, что ведь смерть грешников люта, и Лев Толстой будет умирать страшно. Вот так предвещал отец Иоанн. Действительно, так и получилось. Смерть Льва Толстого была достаточно страшной, мучительной, как некая глубина отчаяния. Совершенно другое дело, и как бы противоположность этому, другая кончина, в которой принимал участие, ну, свидетелем которой стал отец Иоанн Кроштадский, это смерть государя императора Александра Третьего. В 1894 году отца Иоанна пригласили к умирающему императору, и он присутствовал рядом. И он возложил руки на голову государя Александра Третьего, и как раз именно в эти минуты и мирно почил император, и уже после этого отец Иоанн снимает руки с головы почившего государя, то есть смерть того, она прошла очень тихо, мирно, душа сразу перешла ко Господу, потому что присутствовал праведник, и никаких мучений, никаких ужасов смертных здесь не последовало. Отец Иоанн многократно предупреждал о грядущей катастрофе, о том, что безбожие – это просто вот как, ну, как некое цунами, которое может снести все на своем пути. И ведь вот в чем здесь феномен? Феномен заключается в следующем. Вот атеисты, революционеры, они говорили, ну, где же ваш Бог, да, как он себя наглядно проявляет? Но тут же рядом с ними жил человек, в котором Господь и наглядно проявлял себя, проявлял чудеса, это был отец Иоанн Кронштадтский. Но чудеса, оказывается, не могут заставить уверовать тех, которые не хотят уверовать. И поэтому вот отец Иоанн Кронштадтский, как бы действие промысла Божия, что Господь вот перед революцией показывает, что вот есть истинные священнослужители, да, вот есть благодать Святого Духа, которое наглядно проявляется в церкви. Вот есть живые святые, но люди все равно не хотят этого. В итоге они все ломают. В конце концов они разрушили и собор, Андреевский собор, в котором служил отец Иоанн Кронштадтский. Они рушили другие храмы, старались стереть память о праведном Иоанне. И прошло только вот несколько десятилетий, когда он был все-таки, он не был забыт верующими людьми, но уже после крушения советского строя он канонизирован, и от мощей его в Петербурге, в Иоанновском монастыре, вновь совершаются чудеса, то есть отец Иоанн никуда не покинул нас, не расстался с нами. Он остается, он как некий свидетель любви Божьей, милости Божьей. Его молитвами, наверное, и удалось преодолеть вот эти страшные испытания. И нам, конечно же, нужно ценить, что Господь время от времени подает нам таких вот, таких людей, которые по жизни действительно равны апостолам, равны древним преподобным, чудотворцам. Через них благодать Святого Духа наглядно проявляет себя, и поэтому чем ближе мы находимся к этим людям, даже просто вот берем их сочинение «Моя жизнь во Христе». Вот открою, почитаю. Ведь какой радостью исполняют душу эти сочинения, дневники отца Иоанна Кронштадтского. Не всегда нам нужно думать только вот, ну, скажем так, о зрении греха своего, о том, насколько мы недостойны, чтобы вот слишком тоже не входить в какое-то, ну, такое печальное размышление. А иногда нужно нечто радостно-вдохновляющее. Вот дневники отца Иоанна, они во многих местах своих, это некое такое свидетельство радости духовной, о том, что Господь Иисус Христос, Он с нами, Он присутствует рядом, Он не покидает, и поэтому ты доверься Богу, и Господь тебе поможет, Он не оставит тебя. А помощником на этом пути является святой Иоанн Кронштадтский, которому постараемся, братья и сестры, молиться, чтобы его молитвами Господь управил нашу жизнь и исцелял нас от душевных и телесных недугов. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.